Сегодня по всей стране введен режим ЧАЭС. Он будет действовать до тех пор, пока не завершатся масштабные всероссийские командно-штабные учения спасателей. Их проводят, чтобы проверить готовность регионов к паводкам и пожарам, а также напомнить населению о правилах действий в подобных условиях. Буквально на прошлой неделе из-за половодия пострадал ряд субъектов на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Под удар стихии попали сотни тысяч человек. Многие лишились имущества. Чтобы подобное не повторилось в Краснодаре, все службы города должны быть готовы к чрезвычайной ситуации. Об этом сегодня говорил мэр на заседании городской комиссии по ЧАЭС. На встрече обсудили также ход учений. Их будут проводить в четыре этапа. Исходя из сложившейся обстановки, я принял решение перевести органы управления силой постоянной готовности муниципального звена в режим функционирования повышенной готовности. Сегодня комиссия проверила систему оповещения, технику и личный состав пожарной службы и городских спасателей. Завтра приступят ко второму этапу – учениям на Краснодарском водохранилище. Их осложняют последствия обильных дождей на прошлой неделе. По данным Центра мониторинга окружающей среды, Кубанское море наполнено на 90%. Чтобы уровень воды не превысил критическую отметку, увеличен сброс в реку Кубань. Сейчас он составляет более 1200 кубических метров в секунду. Владимир Явланов поручил создать оперативные группы, которые будут контролировать ситуацию с уровнем воды в реке и водохранилище. План учений тесно связан с реальностью. Продолжая отслеживать ситуацию, необходимо выполнить и все учебные задачи. Уточнить план эвакуации на мирное время, подготовить к развертыванию пунктов сбора, распределения и отправки эвакуируемого населения и стационарные пункты временного размещения населения, проверить наличие предметов первой необходимости. С 27 апреля специалисты будут отрабатывать действия по ликвидации лесных пожаров. Всероссийские учения пройдут до 28 апреля.